Всем привет! В одном из прошлых видео я рассказывал, как отключить обновление Windows навсегда. И данный метод работал по крайней мере для Windows 10. Однако, попробовав его на Windows 11, оказалось, что либо он там не работает, либо Microsoft все-таки решили обойти данный метод. В любом случае, в данном видео рассмотрим еще один способ отключения обновлений в операционных системах Windows. Итак, давайте немного вспомним, в чем заключалась суд работы ранее рассмотренных способов отключения обновлений. Ну, во-первых, это отключение самой службы обновлений. Переходим в службы, центр обновлений Windows. В общем, остановка и отключение этой службы. Через некоторое время система автоматически сама начинала ее включать. Первый способ у нас, так скажем, обошел Microsoft. Второй – это вход в систему, когда мы здесь указываем какую-нибудь левую учетную запись, точнее, учетную запись не левую, а какую-нибудь, которая есть в системе, но какой-нибудь там левый пароль. И при условии, что мы ее можем запускать, жмем запускать, пароль левый, учетная запись не та, ничего не запускается. Этот способ тоже они обошли. Через какое-то время скидываются вот эти данные, и все равно служба запускается. Так, давайте я это уберу, так как нам все-таки нужно будет проверять другой способ. Так, ну и третий способ, о котором как раз я рассказывал в одном из прошлых видео. Так, заходим в папку Windows, Software Distribution. Вот. И здесь есть у нас папочка Download. Как раз сюда скачиваются обновления и для последующей ее установки. Что мы делали? Мы просто создавали файл, текстовый выбирали расширение и называли его Download. В итоге, когда служба обновлений пыталась как бы в эту папку загрузить обновление, у нее ничего не получалось, потому что, собственно, это у нас была не папка, а файл. И, в общем, вот этот вот способ вроде бы как самый нормальный, самый действенный. Но, не знаю, как в других, но вот в Windows 11 я тоже попытался применить данный метод, и вроде обновления не скачивались. Однако, как-то я заметил, что при перезагрузке операционная система все равно ставит какие-то обновления. А значит, каким-то образом, походу, и этот метод они обошли. Либо просто он в 11 винде не работает. Но, в любом случае, рассмотрим еще один метод, а конкретно укажем для службы обновлений сторонний ресурс для загрузки обновлений. Вообще, указание стороннего ресурса для обновлений заложено в операционной системе для того, чтобы, если у вас в сети есть собственный сервер обновлений в SUS или Windows Server Update Services, клиентские компьютеры смогли бы с него забирать актуальные обновления, а не из сети интернет. Так вот, мы просто вручную укажем какой-нибудь несуществующий адрес сервера обновлений, а значит, он не сможет с него получать обновления. А значит, таким образом, мы их вообще отключим на данном компьютере. Сделать это можно через редактор локальной групповой политики. Поэтому, нажмем Windows R, запускаем оснастку выполнить и вводим gpedit.msc. Далее, нас интересует следующая ветка. Это административные шаблоны. А, так, конфигурация компьютера, административные шаблоны, компоненты Windows. Идем в самый низ. Центр обновлений Windows. Здесь есть разные параметры, но в данном случае интересует меня вот это. Управление обновлениями, предложенными службой обновления Windows Server. В частности, вот этот параметр указать размещение службы обновления Microsoft в интер-сети, то есть в нашей сети. Итак, включаем данный параметр. Что у нас здесь? Укажите службу обновлений в интер-сети для поиска обновлений. То есть, какой сервер мы здесь укажем, служба обновлений будет пытаться тянуть обновления именно с того сервера, который мы здесь укажем. Я укажу вот такие сервера. Что это у нас такое? Адрес 127.001. Это мы указываем этот же самый сервер. То есть, этот же самый компьютер. 8530 это порт, на котором работает служба обновлений. То есть, в итоге, когда мы все это дело применим, служба обновлений будет пытаться искать обновления на этом же компьютере. Но так как она не выполняет роль сервера обновлений, то, естественно, найти обновления она не сможет, а, следовательно, не сможет их установить. А значит, таким образом мы отключим обновления. Жмем применить ОК. Кстати, если у вас действительно есть в сети собственный сервер обновлений, то таким образом можно указать нужный сервер обновлений. Как правило, это делается через домены и групповые политики. Но если у вас некоторые машины не в домене, то так вручную можно прописать у них сервер обновлений. Можете поизучать различные настройки, которые выставляются через данные политики. Более подробно вообще о собственном сервере обновлений Windows я рассказываю в отдельном модуле курса КОСА или комплексного обучения системному администрированию. Ну а для выполнения конкретно данной задачи нам нужен будет только вот этот параметр. Теперь давайте проверим скачивание обновлений. Во-первых, я здесь отключил сеть, чтобы у меня автоматически он не ломанулся в интернет искать обновления. Я сейчас подключу ее и первым делом мы убедимся, что интернет у нас вообще есть. Да, пинге пошли, интернет есть. Переходим в пуск параметры. Центр обновлений Windows и проверить наличие обновлений. Ищем, ищем. И как вы видите, ничего он найти не смог. Причем, после того, как мы указали свой сервер обновлений, в центре обновлений Windows появляется такой пункт, как проверить наличие обновлений с центра обновлений Microsoft в интернете. То есть по нажатию на эту ссылку центр обновления ломанется на свои сервера, так что не стоит ее нажимать. Да и собственно, не совсем понятно, насколько долго компьютер будет пытаться получать обновления именно с нашего сервера. Ведь если они сделали вот такую вот возможность поиска обновлений в обход нашего сервера, не факт, что они не запустят этот способ через, допустим, пару месяцев безуспешных попыток получить обновления с нашего сервера. Так что буду признателен, если вы также поделитесь своим опытом при работе с данным способом отключения обновлений. Причем, если у вас несколько компьютеров и чтобы вручную не настраивать на каждом из них определенный перечень настроек, которые вы также можете поизучать, где-то добавить какие-то еще другие настройки, связанные с обновлениями, то мы можем просто экспортировать ветку реестров, в которую заносятся все данные касаемо обновлений в Windows. Давайте посмотрим, что это за ветка. Так, рек. Рекедит. Находится она в следующем. Это Local Machine, Software, Politics, Microsoft, Windows, и вот, Windows Update. Могу сказать сразу, что пока мы не настроили вот эту политику, вот сейчас я включил вот эти настройки, и у меня появилась вот эта ветка. Пока вы не настроите, у вас, собственно, этой ветки и не будет. Ну, вы можете вручную, допустим, ее создать, но ладно. Вот эта ветка у нас создалась, и здесь, как вы видите, настройки, сервер обновлений, внешний сервер, сервер статистики, все как раз те параметры, которые мы вбили через политику. В общем, в этой ветке хранятся все данные касаемо обновлений относительно внешнего сервера, да и вообще различных настроек по обновлению. Поэтому, что мы можем сделать? Мы можем нажать правой кнопочкой, экспортировать. Допустим, это у нас Windows Update, пусть называется будет, ветка, рабочий стол. Все, теперь эту ветку можете себе на флешку или на какой-нибудь общий ресурс закинуть, когда нужно на определенном компьютере настроить все эти параметры, просто запускаем эту ветку. Давайте глянем, что у нее здесь есть. Для этого выберем блокнот. Ну, вот, собственно, что будет добавлено. Будет добавлена вот эта ветка Windows Update, вот эти вот параметры. Таким образом, мы можем быстренько на компьютерах, которые у нас, к примеру, не в домене, прописать все эти настройки. К примеру, давайте мы сейчас, чтобы вы точно убедились, что это у нас конкретно отрабатывает. Уберем, во-первых, не нажал. Так, не задано, не задано. Вот, все, как вы видите, теперь эта ветка пропала. Значит, действительно, она у нас отвечает за эти параметры. Теперь еще раз глянем, что у нас с обновлением. Ладно, возможно, он запомнил прошлые параметры. Ну, в общем, вот, как вы видите, все, нашел обновление, пошел их закачивать, скачивать и устанавливать. В общем, как вы понимаете, все-таки этот метод у нас отработал. Ну что ж, на этом у меня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok